Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и гости канала. Бинокли. Сегодня речь пойдет о том, как подбирать бинокль под те или иные нужды. Как вы видите, я имею несколько биноклей. Все они разные. Они имеют разную кратность от 10 до 20 крат. А также есть вот такой компактный бинокль. Формат ролика будет такой. Что нужно знать, прежде чем покупать бинокль? Как узнать реальную кратность бинокля? Дальше будут реальные снимки, сделанные через эти бинокли на разной кратности. И вы посмотрите, как это выглядит в реале. Есть поле, за полем есть на расстоянии приблизительно 2 км труба котельная, кирпичная. И я делал снимки без бинокля и с разными биноклями. И можно посмотреть, как это приближается, какое поле зрения, что он показывает. Я думаю, это будет интересно. И последней для моих подписчиков будет информация. Тоже, кстати, не выпустите. Что нужно знать, прежде чем покупать бинокль? Прежде всего, для какой цели вы его берете. Охота, туризм, наблюдение за животными или птицами. Также немаловажно знать, в каких условиях будет наблюдение. Днем, в сумерках, ночью, зимой, летом. Нет бинокля, подходящего под все случаи. Поэтому выбирайте. Приоритетные задачи. Не надо гнаться без нужды за биноклями с сильным увеличением. Скажем, от 20 крат и выше. Надо понимать такую вещь. Чем больше увеличение при неизменном окуляре, тем темнее будет изображение. Если посмотреть на армейские полевые бинокли, то их кратность в основном от 7 до 10. При объективе 50 мм эти бинокли прекрасно показывают картинку. Не только днем, но и в сумерках или в лунную ночь. Есть специфические бинокли с дальномерами, компасом, GPS, нетонущие, заполненные азотом, супер навороченные, стоимостью хорошего автомобиля. Речь о них не идет. Мы будем говорить о бюджетных доступных моделях. В данном случае это Arsenal, а также есть вот такой вот Alpen. Если вы берете бинокль в руки, а он весь как бы живой, в люфте, где болтается, то от такого экземпляра стоит отказаться. Бинокль должен быть крепким. Желательно, чтобы в нем были хоть какие-то металлические элементы. Если бинокль не имеет просветления, вот вы видите такие вот синеватый оттенок. В принципе, этот оттенок может быть желтеньким, зеленым, красным, в принципе, любым. Также и на окулярах обязательно. То также вот этого бинокля, если он не имеет просветления, лучше, конечно, отказаться. Дальше. Бинокль должен быть хорошо отъюстирован. То есть, если вы в него смотрите, и изображение должно быть четкое. Если оно двоится или смещено один глаз по отношению к другому, то это тоже показатель того, что бинокль или надо ремонтировать, или лучше поменять на более качественный. Потому что это ваше зрение, и вы должны его, наверное, беречь. Как определить кратность бинокля? Для начала надо посмотреть на то, что здесь обычно производители пишут. В данном случае написано 10 на 50. То есть, 10 крат при объективе 50 мм. Ну, это то, что написал производитель. Как же проверить? Есть таких вот два распространенных способа. Первый. Это замерить диаметр объектива и диаметр выходящего зрачка. Поделив первое на второе, получим увеличение модели. Второй вариант. Это такой. Находим подходящий объект. Скажем, кирпичный дом. Или, как в моем случае, профильный забор. Одним глазом смотрим через окуля. Вторым глазом на прямое изображение. То есть, без использования бинокля. На кладовое изображение можно приблизительно определить кратность модели. Вот на этой модели написано 10 на 25. То есть, это 10-ти кратная моделька при окуляре 25 мм. Вот у нас 12 на 50. Они, в принципе, одинаковые по размерам. Но, немножко больше имеют увеличение. Здесь реальных 12 крат. Здесь реальных 10 крат. Этот бинокль 20-ти кратный. Как заявляет производитель. Реальная кратность этого бинокля около 17-18 крат. Ну, в принципе, нормально. Также он хорошо просветлен. Крепкий, хороший бинокль. Если у вас руки не дрожат, можно использовать. Альпен. Это отдельный разговор. Это бинокль немножко дороже, чем арсеналовский. Другая фирма. У него немножко больше металла. Он более крепкий. Он более качественный. У него линзы не 50 и 52 мм. Казалось бы, всего лишь 2 мм. Но, все равно, он строит более яркое изображение. По размеру он даже, если взять, вот, 10 кратичек, то он даже немножко меньше. По весу они приблизительно одинаковые. Но, как вариант, вот такой вот арсенал вполне подойдет для таких от посевдневных нужд. Вполне достойный бинокль. Крепкий, хороший пластик, хороший металл. Никаких люфтов. Все так туго крутится. Везде. Сделано добротно. Цена его очень низкая. И даже если что-то случится, не будет жалко. Если вы потеряете этот бинокль, а не какой-нибудь VIX за 100 тысяч. Теперь, что касается компактных биноклей. Они удобны тем, что маленькие, легкие. Изображение, которое они строят, уступает по яркости полноразменным биноклям, конечно же. Но они удобны тем, что их всегда можно положить в карман, рюкзак, сумку. И они не будут особо вызывать неудобства. Днем такие бинокли показывают нормальную картинку. И имеют право на жизнь. Так же сам осмотрим за тем, чтобы было обязательно просветление. И юстировка часто страдает в этих биноклях. Поэтому, прежде чем купить, проверьте его. Он, в принципе, юстируется самостоятельно. Но лучше, как лучше. Теперь переходим к практике. За окном есть поле. За полем на расстоянии около 2 километров кирпичная труба, котель. Находки на кружочке. Теперь смотрим на разном увеличении. Это 10, 12, 16, ну и 20 заявленных крат, которых на самом деле меньше, 17-18. Как мы видим с увеличением, и меняется поле зрения. Оно уменьшается. Ну, а теперь о том, что я говорил ранее, для своих подписчиков. Значит, у меня на канале сейчас происходит розыгрыш призов. Это совершенно бесплатно для вас. Поэтому можете заходить, участвовать. Ссылочку на ролик я оставлю в описании. Он будет длиться до тех пор, пока не будет отменен у нас в описании. Поэтому следите. Это многоразовый конкурс. И если даже у вас не получилось выигрывать первый раз, то ваши лайки будут работать, пока и будет продолжаться этот корпус. Ну, на этом все. Вот такое коротенькое видео по биноплям. Я вам всем желаю удачи. До свидания.